чё не сплю лежал-лежал-лежал ни хуя не уснуть сейчас вот короче сейчас буду жрать ну а раз я буду жрать я же не мог начать это делать прямо без вас привет привет не знал что делать и тут я зашел самое прикольное когда вы не знаете что делать вы думаете блять что же делать и тут появляюсь я да и жизнь сразу играет новыми красками сейчас я рыбку распечатаю весь день в голове это пиздец не говори это просто блять эроина очень заразная штука просто очень-очень ребята я сейчас могу не увидеть ваши комментарии потому что я занят я накладываю рыбу хотел сейчас чутка вам попозировать в зеркало но у меня так хуёво камера короче работает что я понял что вы ничего не разглядите да треска или или хек как там это чё там чё-то такое короче я уже сказал не спится потому что я сейчас буду жрать перископ спасает это точно а меня спасает перископ когда мне нехуй делать я захожу в перископ и начинаю с вами трещать короче так вот тоже очень хорошо ещё раз добрый вечер добрый вечер сейчас вот я только рыбу тут всю соберу и начнём когда куплю телефон не знаю всё чё-то никак не собраться ребят вы уж простите меня бомжа все деньги трачу на гормон роста нет если говорить серьёзно то честно даже на траты в 60 тысяч сейчас я совершенно не готов почему? потому что даже 60 тысяч я сейчас я сейчас покажу вам еду даже 60 тысяч я сейчас направлю на гормон роста я вам объясню это не только эта причина причина не только эта есть причина очень простая на самом деле мне нужно будет съездить на 3 турнира на 3 турнира вот и 2 турнира в течение сейчас вам скажу в течение месяца в течение месяца будут в Испании то есть мне нужно будет 2 раза летать в Испанию вот и ещё один будет в Праге вот поэтому соответственно привет на тураху поэтому соответственно тут получается довольно таки нехуевая сумма 2 поездки в Испанию плюс проживание в течение месяца да и ещё поездка одна в Прагу с проживанием вот это очень смешно про почки да поэтому я думаю там уже явно будет за 200 тысяч наверное 1300 выйдет на эти поездки по любому плюс же участие, взносы гармоша самая важная часть в моём компоте всё остальное не стоит таких денег сколько стоит гармоша вот вот плюс надо машину покупать спонсоры не обеспечивают поездки ребята это Россия если кто забыл это Россия спонсоры сейчас сами ищут спонсоров поэтому поэтому рассчитывать на то что кто-то будет слушайте надоели вы уже меня спрашивают про форму Адама Абакарова блять я что должен думать про форму Адама Абакарова когда соревнования полгода назад закончились ребята что фанатский сектор что ли могу сказать что думаю о форме Сани Шпака если тебе интересно про Леврон тот же ответ достали уже так вот собака ушевалова это точно да Кирилл всё понятно короче мама дала говорит на сынок купите машину вот когда я подумал что мне не купить такой ответ тебя устроит я вам дам любой лишь бы вас устроило спасибо возможно что соберусь не знаю с машиной нифига не определился спасибо сделай одну сетку или намашь троксивозином жопу на машине да быстрее можно поймать покемонов в Питере я не знаю я не выходил сегодня на улицу спасибо ребят а у нас на турах увидишь у людей в России у них квалификация такая чужие деньги считать да ты что спонсируют на поездке ну как интересно а кто тебе это сказал вот Саня Щукин в команде живой стали по-моему что-то я не помню что был кто-то спонсировал на поездке прикольная да специализация чужие бабки все считать а свои не считать это конечно торт это очень по-русски нет не сам живу я уже говорил иногда мама приезжает готовит мама либо сам но как руки не имеют ужасно о Оля привет даже папа готовит не всегда прикольно а это прикольно а не хотите вам скажу почему люди считают чужие деньги потому что свои заработать не могут все очень просто ну к сожалению это естественный отбор тут ничего не поделаешь если бы все зарабатывать умели денег бы на всех не хватило нет я инса не ебанул напечатаем еще точно блять откуда же вы лезете пока же на дверях окей я боюсь что я не увижу твое сообщение ты его тогда дублируй мне я его просто ну не найду а ты ее и не поймешь ты останешься на своем уровне и это нормально на нем и сиди почему ты должен понимать мою схему приема аэс с какого перепугу посиди на форуме может быть на форуме тебе кто-нибудь подскажет что там у Жилухина за схема такая я как раз там на форуме себе программу заказывал они меня расписали за 3000 рублей программу подготовки к соревнованиям вот по ней готовлюсь да-да Павлик все верно они думают что если они узнают схему мою приема мою схему освоят приема аэс то как бы это какая-то чудодейственная часть и что буквально год и в принципе все наберут примерно те же кондиции все же дело в химии правда ребят главное знать что с чем сожрать что куда уколоть и все заниматься для этого 15 лет не надо жрать каждый день блять такое количество еды не надо это же это же и так все делают правда макс ну я думаю это ты это понимаешь а другим людям они же блять ждут что все решит таблетка корсил да если не сильно повреждена химка конечно сама нарастит все же проверили уже кто похимичил нарастила правда ребят прям уже не знаете куда прятать мясо какой у меня разные были машины вот молодец макс видишь такие как ты кто уже позанимался и попробовал вы начинаете понимать всю сложность данного процесса вот а потом уже втыкаете что нужно очень блять много усилий прилагать и средств конечно сделаю приходи прямо сейчас блять и курс распишу и диету напишу 7000 рублей у меня стоит да и это верно тоже ребят кто не в теме что я продаю и чем я занимаюсь я даже рассказывать не буду потому что вы пассажиры а не покупатели покупатели у меня в личке вконтакте покупаются ваня не почему иногда заглядывай нихуя силоги ты тут уже поэмы пишешь водянов мне тоже понравился я об этом уже говорил мне приятно что он обо мне хорошо отзывается нет мне не тяжело держаться на диете я и так себе лишнего говна сжать не позволял все все верно ромашка и еще у меня растам спасибо макс у меня ужасно не имеют руки просто приходится перекладывать постоянно фейк появился скажите где я забаню я что-то упустил наверное я имею ввиду как называется а понятно вижу все забанен ну понятно снова про бои единоборства безумно интригующий поединок безумно прям жду не дождусь настолько интересно мне это я надеюсь мой ответ тебя удовлетворил да нормально все а это мой режим понимаешь ты сейчас в моем режиме но если тебе надо спать то ты можешь пойти поспать просто пока не придумал ничего интересного для рассказа поэтому не подписываю это как дневник качка в моем уже неделю да норм главное чтоб мышцы росли правильно шестой день включение у рыбы есть один нюанс который действует лично на меня у меня после того как я рыбу поем сахар падает очень сильно очень сильно а что это за сеть клубов олимп в питере я знаю олимпик олимп не знаю что именно в немагии посмотреть будет сахар кушаем видишь не хватит тогда это а вот который вот сейчас должен буквально открыться вроде хороший клуб нет не езжу что дает гормон тут гугл в помощь уж извините нет не слышал что за история расскажите да на олимп очень хотел бы посмотреть не успел прочитать про штуку с пиаром ребят повторите еще раз блять быстро сообщение проскакивает овощи да классика огурцы помидоры что за бабища то не понял как так бабища не пустила филокита I don't understand как это возможно сахар по полу рассыпан это что за бред такой по желанию хочу пью хочу не пью нихуя себе прям такое ощущение что он в России был а не у себя в штатах а почему нельзя по правилам клуба что такое пиздец ну это маразм прослизывает сахар с полу вы что ребята совсем что ли примитивные не знаю бред какой-то про филокита вообще какой-то бред я же сказал да рабочая хрень смотря у кого брать ну может там такие жесткие правила но они видимо совсем оторваны от мира бодибилдинга наверное этот клуб уже на всю Америку популярен после этого эпизода да мне вот тоже что-то кажется что это черный пиар пиар ребят это просто невозможно уже обсуждали про фарму хватит синтол нет еще рано не вижу смысла возможно да не знаю я не пробовал пока что не могу сказать курсы я расписываю за деньги подписчиков посмотрел дикий разброс но ты меня хотя бы предупреди вконтакте а то ты мне обещался отписать а сам так и не отписался что с контролем анализов не понял в чем вопрос спасибо а это да смотрю сначала на анализы потом расписываю ну естественно зависит от стажа от всего хорошо договорились ты только мне перископ не забань своей работой ладно не очень понимаю вопрос твой макс уточни да знаю две недели назад проверял свои показатели астлт раз в месяц примерно проверяем в допустимых пределах нет нет неправда ребята это пиздобольство я могу сказать за Дениса Вольфа он все это рассказывал и говорил что это все пиздеж что там такой же беспредел разброт и шатание как и у нас есть те кто следят есть те кому вообще пухует написать можно все что угодно смотря какую оралку вы очень подвержены информационному полю ребята стоит вам написать что то ну ты сделай операцию тоже откатишь что он не человек что ли значит стоит кому-то где-то сделать какой-то вброс по тематике которого нельзя проверить как вы все начинаете это все форсить и обсуждать что вот там то то так то ну это очень глупо очень глупо да не будет такого ребят мы же в шутку но Абрика вообще из другого города вам кто-то сказал про 100 единиц гормона роста и вы действительно в это верите блять ну какие 100 единиц гормона роста о чем вы говорите вообще я знаю фамилии профи как вы меня достали уже с Кристиной с женой заколебали просто такое ощущение что скоро будет пора заводить свой перископ Кристине и моей жене и вы будете им там сами свои вопросы задавать блять заколебали короче я знаю профи не буду называть фамилии которые к соревнованиям ставили 15 единиц и потом кряхтя зубами ну как это не зубами скрипя зубами и кряхтя увеличивали дозировку до 20 единиц вот и все что-то я не понял что он написал нет на пяти никто не готовится ребят максимальные дозировки которые услышите делите как минимум на два минимальные которые услышите умножайте на два и тогда вам немножко ситуация будет яснее почему кряхтя потому что за здоровье боятся ребят привет все же очень просто пиздят практически да ну вот вы например слышали чтобы я вам говорил какое количество миллиграмм я ставлю нет верно а значит вы не знаете пизжу я или не пизжу то же самое про гормон то же самое про фарму да поэтому я могу вам сказать так если кто-то говорит конкретные дозировки ну и это профессиональный спортсмен скорее всего он врет он либо специально занижает либо специально завышает как правило специально занижают на высоком уровне никто не раскроет ни свои секреты ни препараты ни дозировки не знаю почему идет складка я же говорю может кто-то озвучивал я не пробовал два с половиной грамма в неделю адекватно вполне адекватно и не забывай есть разница это два с половиной грамма дозировки в межсезонье или это два с половиной грамма дозировка на подготовке к соревнованиям на подготовке дозировка будет выше всегда чем в межсезонье ты же пикуешь тебе же надо мясо сохранять значит андрогенов будет больше значит дозировки будут выше не знаю возможно сколько вливают профитежи ромеостатин уже говорил ребят надоело я думаю до 10 грамм в неделю не больше просто больше уже не воткнуть куда то есть это и так такое количество которое просто не распихать вот и все просто исходя из количества втыканий ну и из адекватного количества вреда для печени ну вот умножай полтора грамма на 7 получается что я примерно так и сказал это не наркоман ходячий я же вам говорю это такой как бы логичный допустимый предел но вы поймите такие дозировки их нет смысла ставить со стажем в 3 года в 5 лет в 10 лет нет смысла не будет работать такие дозировки ставятся тогда когда уже ты вышел на этот уровень а на него всю жизнь выходить надо никто же с этого не начинает был один идиот такой с фамилией Тихомиров который кричал что он накачается на сверхдозировках там ну что накачался ну вы же видите что нет он такой же боец еще будет так и качок а потом еще и фигуристом таким же будет это просто ну заведомо убить гормональную систему с отсутствием адекватных вариантов ее восстановления это безумство это делается только на профессиональном уровне и как бы на этот уровень я же говорю выходит всю жизнь здорово так что не знаю если у кого-то из вас закрадываются мысли такие что если у вас встал прогресс да вы видите что у вас мышцы перестали расти и вы думаете что вы думаете что сейчас вы повысите дозировку и решите этим вопрос я вам честно скажу 70% того что нет 30% того что да причем эти 30% это не потому что дозировку повысите и начнется рост а возможно потому что просто препараты колите не в том как сказать не в той комбинации вот и не тот набор просто идет и если набор грамотно изменить и рассчитать пропорцию то результат будет больше вот а 70% того что результат не изменится потому что будет дело не в фарме на вашем уровне на вашем уровне причины может быть три вы либо недовосстанавливаетесь либо вообще неправильно тренируетесь либо недоедаете все увеличьте количество принимаемых блять углеводов и белка блять и вы начнете расти либо вы очень много жрете но ни хуя недостаточно не высыпаетесь и все и вы будете стоять на месте хоть укачайтесь в зале нет ты знаешь на самом деле по поводу секретов эти секреты настолько очевидны что понятны всем но есть одна маленькая проблема эти три условия плюс фармакология не может выполнить никто так что ребят от того что я это все рассказываю совершенно ну 99% того что из тех кто это услышит ничего не изменится потому что не смогут просто не смогут так питаться не смогут так восстанавливаться не смогут так тренироваться опять же извиняйте меня но я как бы привык рассказывать то что вижу я вижу как люди тренируются в тренажерном зале это не тренировки привет это не тренировки жалеют себя люди не дорабатывают не делают те упражнения на основании которых должен быть построен комплекс выбирают что легче нет нет той интенсивности поэтому ну как бы и результата нету соответствующего поэтому секреты да конечно есть секреты конечно есть то чего я вам не рассказываю но кроме секретов есть очевидные вещи которые люди просто не в состоянии выполнять и у многих они не в состоянии их выполнять не потому что не хотят а потому что образ жизни не позволит не позволит столько сожрать не позволит в нужное время сожрать не позволит в нужное время поспать не позволит в нужное время и регулярно сходить в тренажерный зал да куча всяких но в этом и отличие того кто этим спортом живет и зарабатывает, от того, кто занимается этим как хобби. Вот так. Правильно, правильно. Именно это я и сказал. Поэтому я, это все абсолютно то, что я говорю, очень логично и взаимосвязано между собой. Вывод. Если вы любитель и занимаетесь для себя, то занимайтесь физкультурой. Не нужны вам, блядь, дозировки какие-то гигантские, фармакологии какое-то огромное количество. Перестройка всей своей жизни под этот режим. Вам это не нужно. А если вам это не нужно, я же говорил, перерасставьте приоритеты, блядь, и поймите, что нужно сделать для того, чтобы выполнить задачу минимум. А это уже просто. Возможно, нерв. Сколько я блевал, чтобы начать расти. Так что я не говорю взаимоисключающие вещи. Я говорю как раз именно взаимодополняющие вещи для полноты картины. Я сам себе не противоречу. Я все так же считаю, что тренажерный зал это массовое занятие. Этим нужно заниматься на уровне любителей, на уровне физкультуры, оздоравливать себя, оздоравливать свое тело. А то, чем занимаюсь я, я не оздоравливаю себя и свое тело. Ребят, я намеренно, блядь, себя убиваю, если честно. Но по-другому это не назовешь. Я же не чувствую себя хорошо. Ну, если быть откровенным. Я могу чувствовать себя либо плохо, либо нормально. Это честно. И пусть не врут, что им всем заебись. Начиная от всякой хуйни, там, а-ля, одышка, и тяжело на себе это все носить, и заканчивая проблемами со здоровьем, давление там, блядь, ну, печень, почки, да все что угодно. Ну, как бы, а как? Ну, это профессиональный спорт, этим зарабатываешь. Так что, не знаю, что тут сравнивать. Каждый сам, блядь, для себя решает, какой приоритет, и стоит ли так приоритеты расставлять. Вы же даже по бодибилдерам видите, например, да, что есть ребята, которые на одном месте стоят годами. Ну, то есть, они практически не прогрессируют. Они выступают, какие-то места занимают, но, по сути, они практически не меняются, да. Вот этот уровень можно назвать любительским уровнем, потому что это значит, что человек не готов идти на жертву. Ну, вот, отлично. Не готов идти на жертву для того, чтобы прогрессировать. А жертвы будут ощутимы, начиная от личной жизни, полного изменения своего образа жизни, да, ну, и заканчивая здоровьем. Вот. Соответственно, тот, кто на это не готов идти, он занимается этим на любительском уровне, и для него это достаточная мотивация. То есть, для кого-то же мотивация просто хорошо выглядит, а для кого-то должен быть конкретный срок, подводка к соревнованию. Вот для него это мотивация, это тоже хорошо. Но если человек выступает, это еще вовсе не означает, что он профессионал, на самом деле. Профессионал это перестройка полностью всего. Ну, это, блядь, не каждому это надо. Нет, блядь, я шахматист. Ты что, очки на мне не видишь? Откуда вы полезли, блядь, что за хуйня? Только что была такая нормальная беседа. Спасибо, Константин, но я думаю, что со временем это все оправдается. Тут как бы, ты же понимаешь, тут нет такого. Сегодня какие-то жертвы решил понести, а завтра получил результат. Тут как бы монотонная работа. Поэтому, да я как бы изначально был нацелен на то, что это, блядь, займет много времени. Я поздравляю, что у тебя отец курсил. Блядь, откуда же вы лезете, а? Ладно, начинаем. по порядку всех, да? По порядку будем банить. Вот поэтому я и не люблю, когда начинают онлайн и подниматься, когда лезут люди, которые, блядь, не знают, кто я, блин, о чем я говорю вообще, мои мысли, и первая реакция, это начинать выплескивать из себя говно, которое и так через край люди в себе носят. как так получается? Почему столько дерьма-то у вас лишнего, а? Спокойной ночи, мак, спасибо. А вот знаете, еще чего не люблю, ребят? Привет. Когда под окнами ночью начинают ездить всякие пиздюки на дешевых машинах, блядь, с орущей, музыкой, которая так громко кричит, что у меня у себя наверху дома слышно. Я вот это, блядь, вообще не могу понять. Ну слушаешь ты музыку, ну закрой ты окна и едь так, чтобы гремело только у тебя в машине. Почему, блядь, мне должно быть интересно слушать, блядь, твою, сука, дешевую аудиосистему, блядь, из твоей дешевой машины, блядь, с твоим отвратительным вкусом? Вот это ужасно, конечно. Они достают, иногда аж просыпаешься. Патимейкеры, да, да. Вот зато быть патимейкером это не сложно. Купил себе, блядь, за три копейки какую-нибудь говномашину, блядь, поставил туда говномузыку за четыре тысячи рублей и давай, блядь, ездить, сука, всем мешать, блядь, спать. Те генераты. Главное успевать нажимать кнопочку БАН. Я думаю, что 50 косарей это недорого. Суть не в том, за сколько эта музыка, суть в том, делать ли эту музыку достоянием общественности или оставить ее достоянием себя любимого. Блядь, я еще рис не доел. Ну, пропей еще два месяца, поймешь, что не рабочий. Спасибо. Да я уже почти доел рыбу с курицей. Ну, ребят, я еще не про. Этот статус я еще не заработал. Но я работаю над тем, чтобы этот статус заработать. А уж когда я его заработаю, я не знаю. Что от меня зависит, что я должен делать, я делаю. Нет, это сейчас у меня интернет начал виснуть. Я только что ответил. Я только что ответил на вопрос. Я говорю, сейчас внутри шина прозвелось, как собак нерезанных. вот и бойцы подъехали. А Федор, ну, Триша, не успеешь съесть, сразу станешь большой. Спасибо. Я его уже вынесу в бан, ребята, успокойтесь. на самом деле немного. Есть что поменять. Для Кузаминского дроитина пей. Есть еще что менять для того, чтобы уровень стал еще выше. Но опять же, это со временем. Сейчас в этом нет смысла. до уровня про дойду, я знаю, куда дальше менять, что менять, как менять. Я все это знаю. Ребята, мне честно приятно, что вы меня воспринимаете уже более чем серьезно даже. Мне это очень приятно. Все, что я делаю, видимо, я делаю действительно не по-любительски. Мне это очень лестно, конечно, но не хвалите меня раньше времени, на самом деле. Я, конечно, не расслаблюсь, расслабляться я не собираюсь. просто, как сказать, просто я хочу дойти до этого уровня и соответствовать этому уровню и иметь этот статус. И тогда говорит, да, я про. Да, я выступаю как про, среди про, и я свое место среди про себя заслужил. На данный момент нет, еще нет. но я, в принципе, иду к этому. Да, там есть вносы за участие. Приватный выпуск. Я еще не пробовал, не знаю, как это делать. Верите, нет, закончил рыбу есть, блядь, а у меня уже сахар упал. Ну подождите, еще выступит, чувак. Выступит еще. Я просто не знаю, как это делать. Я про приватные выпуски. Рил, я надеюсь, что ты, надеюсь, что ты прав. Я сейчас говорю, я еще не про, ребят. Да, начинает прям подколбашивать так ощутимо. Даже руки трясутся. Просто, чтобы весь белок дожрать, который нужно было, на сегодня я чуть меньше риса насыпал. Поэтому я чувствую, что у меня подколбашивает. сейчас с вами поболтаю. Сейчас с вами поболтаю, часть-ка через пол риса доточу. спасибо. Хорошо. Спасибо. Хорошо. Хорошо. пришел человек спросил сколько я от груди жму я его забанил и сразу как-то повеселее стало сейчас будет немножечко немножечко ночного сексуального чата но вот и ночной сексуальный чат потею конечно потею с мишей нет даже не вижу понятия не имею где он чем но я предупреждал что будет немного ночного сексуального чата это не потому что я решил сексуально полежать потому что у меня телефон на зарядке а зарядка здесь у стены поэтому я просто не достану туда дальше сидеть ближе к зеркалу короче но я могу не поворачивать на себя телефон туда чтобы вы не видели меня могу вот так вот сделать и как будто бы вы видите только меня но не целиком могу ноги вам показать мои венозные еще покажу вам и ляшечка да и не напрягают я так лежу просто ритья моя сексуальная ляшечка могу конечно сексуальному голосу почему нет здравствуй меня зовут анжела да перед соревну надо бриться могу напрячь ляшечку и она немножко видоизменится о марта еще же может быть зовут снежана я стар как мир моя маленькая подружка еще не все сечется но как видите я такой уже нормалек если учесть что идет первая неделя диеты так следующий на бан готов я предупреждал начинаете расспрашивать кто где летите в бан я же вас не спрашиваю где вас жена где ваша девушка не спрашиваю ну вот и вы меня не спрашивайте миша да где я у себя в на армии сижу как обычно ой блять вот он секс вот он истинный секс трам-пам-пам-пам трам-пам-пам блять ладно короче лучше так поговорим ромашка ты шутишь сейчас с вопросом я тренирую я не понимаю уже если честно кого банить кого не банить кто шутки шутку и кто подъебывает кто альфа-самец кто боец я не против я не против давай нагонять но блин так ладно все короче но какие-то блять неадекваты такие заглядывают если честно я так бурно реагирую на них с моей слабой под подверженной блять апатии нервной системой значит в новой арене я не работаю уже полтора года вы со своей новой ареной если честно меня уже заебали просто это первое второе так я тренировал в новой арене богатеев брал с них по 35 тысяч за тренировку и тренировал неужели блять по-твоему мне есть интерес блин там за тысячу полторы тысячи рублей тратить сука свое время чтобы тренировать ну как бы обычных завсегдатая в тренажерный зал нет конечно нет нахуй мне это надо мне проще продать несколько пачек гормона блять не вставай с дивана да насрать мне блин эту турцию что мне это турция господи ну давай ты имеешь ввиду по поводу покупки по цене я могу тебе все здесь написать розничная цена пачки хайгета 80 долларов розничная цена упаковки одного флакона растана 45 единиц 6000 рублей на растан скидок нету на хайгет скидки есть только по объему меньше пяти пачек хайгета не продается опыт по хайгету начинается от 20 пачек дальше градации разные да можно спрашивать можно а но это старое видео когда кузнецов приезжал про дрища меня спрашиваю ну да нормальный видосик был тогда еще все удивлялись что за мужик такой кто этот валерий живухин помните да по покупке да конкретно в вк делать заказ писать мне хайгет сейчас пути хайгет пока нет наличие через пару недель придет предзаказы я скоро на хайгет открою то есть деньги я беру на хайгет заранее потому что разбирается весь хайгет еще до того как он приехал сюда вот если порастану растану наличие да отправка соответственно если большое количество транспортной компании если небольшое количество то емс курьерка харизма левая сыграна окей ну в общем короче что надо пиши спрашиваю 10 единиц хайгет 10 флаконов в упаковке 100 единиц упаковка 80 долларов да беседы в тренерской за жизнь тоже да было дело у нас там рассуждали мск не знаю возможно буду в конце месяца на ютюбе когда увидите меня да вы чё-то видос с водяном немного смотрели хочу вам сказать спокойно ночью но я думаю что снимем через недельку снимем такое дело меня на меня в зале дрыщи нет на меня никто не буквы я спокойно себя веду я никого не трогаю о ваня нежданчиком вань да я бля с удовольствием на самом деле если я соберусь я тогда тебе напишу потренируюсь там у тебя если пустишь но только я конечно блять уже на самом деле не знаю я чё-то уже адекватность такую какая была терять начинаю не потому что я себя плохо чувствую там от диеты или еще что-то блять потому что я и так питался как бы правильно мы с тобой это обсуждали а теряю адекватность потому что блять у меня как по команде съезжает крыша в плане загонов блять моей формы мне начинает тут же казаться что у меня что-то где-то идет не так это пиздец какой-то просто каждый день мне блять везде какие-то суку видится новые недостатки блять я блять не знаю даже и главное у меня каждый раз такое да мы никому не скажем я тихонько приеду вань молча блять никому не будем говорить что я приехал качаться блять все покидаю железки с тренажера на тренажер трансляцию да идея прикольная сейчас там рядом все будет хорошо давай за пять минут да в принципе боксами лишь бы только не мешали блять не дергали типа вопросами потому что все таки если ну заезжать потренить то надо потренить а не семинар блять вести как бы уже к семинарам то я не готов это уже после блять сезона что-нибудь такое блять мне реально не нравится как я начинаю загоняться это просто пиздец какой-то у меня причем с каждым разом только сильнее сука причем вроде блять я совершенно по другому выгляжу нежели я был блять а мне все блять не нравится хорошо спасибо мне очень приятно руки ну конечно да отдельным днем спасибо по сравнению с тобой димовочка боюсь представить сколько ты весишь я не знаю спросить его ничего смотрит он сверхъестественное нет я закончил сегодня закончил сегодня смотреть в полностью посмотрел все серии сезона блять ну я понимаю что закон это норм но сука какого хуя он начался у меня блять это ж просто ебануться можно блять по питеру к семинарам да у нас питере то такого и нету чтобы по залам семинары какие-то проводились если честно я чего-то такого и не припомню звук пошел лучше потому что не фронтальная камера вдруг меня как фил хита не пустят никуда что-то доделать ой блин блин вы уже прямо этой турции заинтриговали уже думаю зайти прям посмотреть что там за пиздец то у них такое в этой турции неужели еще даже круче у них там дела творятся чем творились на украине на 5 подготовок великолепный век а это что за тематика я просто люблю фантастику всякую там мистику ну посмотрю посмотрю что там турции про францию про теракт уже прочитал военный переворот сделали да блять как будто они сами сделали явно что кто-то помог по поводу того что ты вернулся в россию фитнес фэмили да как я-то тут я-то тут каким боком я не могу понять блять ой блять надо хоть взвеситься завтра посмотреть сколько я вешу блять а то может я уже дюймовочка блять восстановлюсь про турка про султан а я помню мне короче когда я в арене работал он мне предлагал посмотреть все рассказывал какой интересный блять сериал было дело такое точно часа два три нет конечно два три не буду тут часика пол еще пойду рис сожру и спать да не я вам не скажу вес не волнуйтесь да в принципе по по отметке адекватно все а такой длинный о ниче все сами рейн пришла но ты даешь уже и уж спать собираюсь и ты заглянула к нам на огонек ты нам просто увидела что у меня тут пальма такая охуенная думаешь ебать нихуя себе валернан где-то за границей уже как санта барбара блять санта барбара пиздец какая длинная пальма охуенная да это прям блять этой пальме летная она больше чем мне на самом деле если кроме шуток прикольно вань давай удачи хорошо слетать пока ну что братва мы никуда не летим мы остаемся здесь ну извини какой есть какой есть хоть маленький но свой увы и ах да про сердце ну он сформулирован был неправильно поэтому я не стал перефразировать и отвечать на него блин так забавно я короче когда с длинной вот с такой бородой обросший кажется как будто я ну как будто у меня лицо такое знаете короче опухшие и щекастые я как будто да вот на самом деле если я сбрею бороду блять то будет видно что у меня лицо худое настолько борода ну создает ощущение залитости короче прикиньте очень блять это забавно я просто сам на себя сейчас смотрю и понимаю насколько сильно ну то есть дело не соответствует тому как оно есть на самом деле на картинке так что да борода делает меня пышнее на самом деле вовсе лицо не пышное ну не знаю если я все таки побреюсь нет ну щеки конечно еще не впали еще далеко до того чтобы щеки впали тем более что у меня специфика такая как бы у меня то есть лицо прям так чтобы оно совсем худело худеет только тогда когда я начинаю воду сливать то есть даже если я уже сухой вот в плане жира то есть жира нет но пока я не начал сливать воду у меня нормальное лицо не похоже на то что как будто я сижу на жесткой диете понимаете но то что у меня оно не настолько залито и как будто щек нету это факт а с бородой как будто я блять сука я не знаю блять с полным ртом орехов с вами разговариваю ну вот как то так вай 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 ну да у меня сильно меняется потому что когда я подведенный уже у меня лицо выглядит совсем иначе ой да 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 все посмотрел я же говорю закончил было уже да я говорил глюкозамин с андроитином ну что значит херово было было так как должно быть чем поддерживать калий магний самый стандартный набор для сердца ничего такого не могу сказать суперского что-то особенного ну я и посмотрел этот сериал про тот сезон который про бога да мне очень понравился что-то круто круто нет американскую историю я не знаю что это такое бля ну вы меня а рибоксин нет не пью ну надо попить да что я хотел сказать что я хотел сказать вы меня сейчас подсадите блять на сериалы я и так с вашей помощью на сериалы подсел короче ну это пиздос что я только от вас не научусь сериалы уже смотреть начал докатился вот говнюки короче нет бы чему-нибудь хорошего меня научили там как это называется сейчас вспомню вышивать там крестиком еще что а грим да я смотрел на тураху смотрел да интересно тоже блять ну все понеслось одно за другим ребят вы мне тут сериалов предлагаете ну до этого до следующей подготовки это не знаю что такое за сериал Декстер ой блин давай раз предлагаешь давай поженимся почему нет игра престолов но если я подсяду на игру престолов это будет пиздец мне кажется это будет просто пиздец обмани меня да тоже смотрел ладно братва хватит короче приучать меня к сериалам я и так уже понял что я на них подсел сайт с сериалами у меня уже есть кости тоже как-то смотрел по моему пару серий или больше вот короче на сегодня давайте сворачиваться вот я пойду сейчас кушать рис потом попытаюсь уснуть вот ну завтра завтра поперескопимся так что давайте спокойной ночью пока